Здравствуйте! В эфире программа подробности. Сегодня подробно начнем говорить о подготовке к, наверное, самому главному празднику, к юбилею, 70-летнему юбилею Великой Победы в нашей студии. Это генерал-майор внутренней службы, начальник Академии ФСИН России Александр Крымов. Александр Александрович, здравствуйте! Добрый вечер! Наша телекомпания уже в этом году традиционно второй год подряд будет вести прямую трансляцию Парада Победы и праздника «Песня в солдатском строю», которая проходит у нас в центре города. И предположу, что в этом году, как и было в прошлом, наибольшее внимание будет приковано к самому, наверное, симпатичному парадному расчету, к курсантам-девушкам Академии ФСИН России. Скажите, девушки к параду уже готовы? Ну, спасибо за добрые слова, во-первых. Да, действительно, Академия постоянно принимает участие в параде войск Рязанского территориального гарнизона, и мы выставляем несколько парадных расчетов. Подготовка, как и у десантников, как и у всех участников парада ведется давно, и я отмечу, что уже месяц назад, наверное, девчонки-курсанты были готовы лучше парней, и они этим гордятся. И что особенно хочется отметить, в этом году необычайно чувствуются вот их старания в этой подготовке. Вы знаете, вот все-таки, кто служил, тот знает, строевая подготовка, наверное, очень многими солдатами, курсантами, наверное, одна из самых нелюбимых военных дисциплин, а тут все-таки очень много требуется, да, перед всем городом идешь. Вот как девчонки вот эти тяготы выносят? Умение получить сложно, ну, Суворов говорил, тяжело в учении, а в бою легко. И я уже отметил, во-первых, они стараются, они стараются показать себя перед своими родителями, перед дедами, прадедами, они стараются показать себя хорошо и перед жителями города, в котором они учатся. Александр Александрович, сейчас хотелось бы поговорить о тех мероприятиях, которые проходят в вашем ВУЗе, в военном, по сути, ВУЗе, и они начались задолго до вот этих праздничных дней, шли весь год, системно, целенаправленно. Вот главные мероприятия, на ваш взгляд, что бы хотелось отметить? Ну, мне представляется, что не только Академия, как ведущий ВУЗ Федеральной службы исполнения наказаний, а все без исключения жители и других, и Рязани, и учащиеся других ВУЗов, да и вся страна подготовку к этому празднику начала год назад, 10 мая прошлого года. И действительно, на протяжении всего учебного года в учебном заведении реализуется большой комплекс мероприятий по подготовке к этому великому, без преувеличения, празднику. На протяжении всех этих месяцев мы очень тесно работаем с ветеранами Великой Отечественной войны, тружинниками тыла и просто с ветеранами. Ветеранам Великой Отечественной войны, если говорить только об Академии, к сожалению, осталось всего трое. Есть тружинники тыла, но очень много людей, которые в детстве родились во время войны, и не просто родились, а они помнят эту войну. И все они закреплены за нашими курсантами или курсанты закреплены за ветеранами, регулярно навещают их дома, помогают некоторыми домашними делами. Безусловно, не остаются без внимания ветераны в государственные праздники, в дни рождения. Надо отметить, что курсанты, ну нельзя, наверное, сказать с радостью, но с хорошей инициативой помогают ухаживать за захоронениями и за памятниками в различных местах города, района. В течение года проводилась масса конкурсов на рефераты, научные статьи, посвященные победе в Великой Отечественной войне. Если говорить о последнем месяце, это, конечно, активная фаза всех мероприятий, то в тесном взаимодействии с областным комитетом ветеранов и с администрацией города и с правительством Рязанской области ведется подготовка к этим праздникам. Буквально позавчера в Академии, на базе Академии прошел торжественный пленум областного комитета ветеранов, в котором принимали участие участники Великой Отечественной войны ветераны со всех районов Рязанской области. В ходе этого мероприятия состоялся большой концерт, подготовленный силами десантного училища, других культурных учебных заведений, курсантами Академии. И в зале царила абсолютно добрая, очень искренняя атмосфера, и ветераны, конечно, были рады этому мероприятию. 6 мая на базе Академии мы проводим театрализованное представление, торжественное мероприятие в актовом зале. На это мероприятие приглашены, безусловно, не только ветераны Академии, но и ветераны правоохранительных структур города, некоторых учебных заведений и некоторые ветераны города и области. Мы планируем впервые не только провести вот такое торжественное мероприятие, но и после него развернуть на базе Академии по опыту тех мероприятий, которые проводятся в городе и в других городах, настоящую фронтовую поляну. И я хочу подчеркнуть, что цель этого мероприятия не только ветераны, но, наверное, и в не меньшей степени дети сотрудников, дети жителей города и, конечно, сами курсанты. Мы собираемся, подчеркну, что все это готовится курсантами. Курсанты собираются представить реконструкцию событий, ряда событий Великой Отечественной войны. Это реконструкция подвига Александра Матросова, штурм немецкого дзота. Это показательное выступление спецназа УФСИН Паризанской области. Это выступление оркестра, это фронтовая поляна для ветеранов, это конкурс детей, сотрудников детских рисунков на тему Великой Отечественной войны. Это спортивный праздник учащихся Рязанского территориального гарнизона, десантного училища, Рязанский филиал Московского университета, МВД и Академия, посвященный памяти погибших. Мы собираемся развернуть уже на территории Академии с использованием старой боевой техники десантного училища настоящий фронтовой концерт. Вот эти все мероприятия, безусловно, направлены на то, чтобы подрастающее поколение, наверное, не подрастающее поколение, а просто дети, знали о подвиге своих прадедов уже. А курсанты еще раз прочувствовали эту атмосферу, поскольку задача не только нашего вуза, но и других вузов, наверное, подготовить не только высококвалифицированного специалиста, но и настоящего патриота своей Родины. Да, это двусторонний всегда процесс, вот общается курсант с ветераном, да, еще даже неизвестно, кто больше получает, ветеран от курсанта или курсант от ветерана. Это на самом деле, могу сказать, что, ну, действительно, эти люди, эти наши великие деды, наши великие прадеды, они действительно велики, и общение с ними, оно, ну, просто вдохновляет. Наверное, еще добавлю, что на протяжении месяца на кафедрах и во всех структурных подразделениях вуза открываются выставки, которые рассказывают о подвигах дедов и прадедов, где-то и родителей, нынешних сотрудников, работников академии. И в рамках этих выставок обязательным условием или участием является конкурс детских рисунков детей сотрудников и работников. И ни одна выставка не осталась без внимания вот этих курсантов, которые сегодня находятся и на первом, и на пятом курсе. И очень хорошее такое отношение. И я бы, наверное, отметил, что мы абсолютно не ожидали, но это позволило дополнительно сплотить коллектив, как сотрудников, так и курсантов. Ну, и, конечно, в рамках взаимодействия и с администрацией города, и правительством области, я хочу поблагодарить за это взаимодействие. Ведется активная подготовка нашей группы обеспечения торжественных мероприятий. Это известный в Рязани взвод барабанщиц. Мы обновили при помощи правительства Рязанской области оркестр. И тоже жители города увидят его в несколько ином составе, ином качестве. Александр Александрович, большое спасибо за то, что рассказали о той работе, которая была проведена. И, конечно же, 9 мая ждем еще с особым таким чувством, потому что и барабанщицы ваши, и парадная коробка курсантов-девушек – это такая изюминка рязанского парада. Такого, по-моему, даже в Москве нет. Это действительно всякий раз особые эмоции. Поэтому ждем. И еще отдельно хотелось бы отметить, что очень красиво здание Академии ФСИН в этом году, к 70-летию Победы, украшено. Действительно, украшение города – здорово. Я хочу отметить, что эта идея родилась на одном из совещаний с участием вице-губернатора области Сергея Владимировича Филимонова, главы Рязанской городской думы Андрея Анатольевича Акашаева, главы администрации города. И она успешно реализована, как вы видите. Кроме того, конечно, мы принимаем все меры, чтобы и территория учебного заведения приобрела специфический победный такой облик. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Это была программа подробностей. В гостях у нас был начальник Академии ФСИН России, генерал-майор внутренней службы Александр Крымов. До встречи в эфире. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!